Группа, нарушив закон о статусе депутатов. Он обязан здесь стоять, сейчас меня на границе района Сыношногорского. А он подлец, сбежал, ничего не хочет делать. Значит, грязный человек и трус. Вот потому как он нарушил закон о статусе депутатов, видно, что это за человек. Значит, гнать их будем в следующем году, всех. Вот так всю страну я объехал, мы уже имеем список, где главы администрации подвержены коррупции, связаны с бандитами, и группы нарушают все законы. Когда вы говорите, не платят вам зарплату, там тоже жулики сидят во всех финансовых структурах. И пенсию не будут платить, зарплату повышать, цены будут. Потому что и бандитская экономика, и бандитское государство. И вы это должны знать. Так нельзя, значит, вы тоже воруете, если нельзя так говорить. Вам, как коммунисты, приучили, так нельзя говорить. Все хорошо, все хлопали 70 лет, и до хлопали. Ни страны, ни людей нету. Стоите здесь, у вас 60 лет умираете. Покажите мне хоть одного, кому 80 лет. Есть у вас такой житель в городе? Нету. Один. Один в музей его посадите, можете посадить. Ну, от вас зависит. Кого избираете, тот, так сказать, вами и руководит. Вот он, на примере вашего Жарова. Вы его не избирали, его назначили. А выборов они боятся, потому что они все выборы проиграют. Что хорошего? Что хорошего? Вот вам что сделал, хорошее, вот и хороший. И Ельцин, говорили, хороший. Все хорошие. А потом стоите, стонете. Забросали в Государственную Думу. Ничего вам не хватает. Не лечат вас, обманывают вас везде. Тысячи писем. Он, он стоит, говорит, хороший ему. И Ленин хороший у него был. И Сталин хороший. И Ельцин хороший. И Жаров хороший. А живет, спроси у него где? В коммунальной квартире.